60 редких картин Кандинского покажут красноярцам в художественном музее имени Сурикова. В его правобережном филиале на проспекте Красноярский рабочий открылась выставка известного абстракциониста. Организаторы даже оживили некоторые полотна, их сопроводят музыкой. На выставке сейчас находится наш корреспондент Елисей Савлюк. Елисей, ты уже успел насладиться? Да, Наташа, восхититься я уже успел. Особенно мне понравилась вот эта вот локация, она называется «Зона для творчества». Здесь сидят посетители, которых, к слову, здесь собралось около сотни, слушают музыку Вагнера. И все, что им приходит на ум под эти мелодии, рисуют. Также здесь находится биография самого Кандинского. Чуть дальше расположилась его картина «Импровизация номер 209». Там сейчас только что закончилась торжественная часть. И как раз эта картина – это одна из работ раннего периода творчества Кандинского. Она написана в 1917 году. В то время художник посещал русский север, вдохновлялся красотой увиденных там древнерусских храмов, фресок и народных костюмов. А после принимался писать картины. Всего тут больше 50 полотен. На выставке представлены работы из трех ключевых периодов творчества художника – от менее известных до международно признанных. К нам в город творение привезли из коллекции частной галереи. А вообще творческое наследие хранится в ведущих мировых музеях и аукционных домах. Увидеть тут можно и так называемые ожившие полотна. Мы сейчас как раз заходим вот в эту часть. Здесь есть специальный такой зал с видеоинсталляциями. Вот вы их сейчас видите. Как говорят искусствоведы, Кандинский видел связь между звуками, цветами и фигурами и превращал музыку в живопись. Собственно, поэтому работы здесь и дополнены также музыкальным сопровождением. Его, наверное, сейчас плохо слышно. Раскрывать, сколько стоят эти картины и на какую сумму застрахована выставка нам не стали, сославшись на то, что это конфиденциальная информация. Но по некоторым данным, работы Кандинского стоят больше трех миллиардов рублей. Ну и попасть на выставку можно до 26 мая. Она проходит в художественном музее Сурикова на Красноярском рабочем. Стоимость 500 рублей для льготников будет дешевле 350. Но учтите, что по понедельникам музей не работает. Поэтому в этот день на выставку вы попасть не сможете. Но в любой другой день, пожалуйста, приходите, вдохновляйтесь. На этом у меня все. Наташа. Спасибо, Елисей. Я напомню, это был Елисей Савлюк. Сейчас он находится в правобрежном филиале художественного музея имени Сурикова, где проходит открытие выставки Василия Кандинского, самого дорогого русского художника.